Это очень непростая тема, потому что, с одной стороны, есть официальная позиция американского государства, госдепартамента, различных институций США, включая Министерство обороны, Министерство юстиции. Это позиция поддержки Украины и ее независимости, территориальной целостности, поддержки реформ в Украине, в том числе и оборонных реформ. С другой стороны, да, есть позиция двух ведущих партий США, республиканской и демократической. Есть феномен двухпартийной поддержки Украины, противостояния с Россией. Но есть феномен Трампа. Трамп очень своеобразная личность, и его позиция по Крыму, как мы знаем, тоже очень неоднозначна. И он себе иногда позволял высказывания, которые, скажу так мягко, не всегда вписывались в официальную американскую позицию. Такое было. Тем не менее, для нас принципиально важно, что, несмотря на это своеобразие Трампа, тем не менее, все-таки, когда речь шла о конкретных решениях или о действиях в Соединенных Штатах, в ООН, в ОБСЕ, на других международных площадках, все-таки Соединенные Штаты действовали не импровизацией, а исходя вот из своих базовых институциональных позиций. То есть непризнание аннексии Крыма, осуждение этой аннексии и поддержка Украины в противостоянии с Россией, в том числе по крымскому вопросу. Продолжение следует...